Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на канале. Ребята, недавно мне понравился телефон, а своего под рукой не было. Взял у друга телефон и зашел в Chrome. И понял, что человек пользуется Chrome так, как он был первоначально установлен в телефоне. То есть, выскакивает уведомление какие-то, выскакивает где-то реклама, прогружается все долго. Иногда странички подтормаживают. А ведь на самом деле в Chrome достаточно сделать буквально за 3-4 минутки 5-7 настройщик, и пользоваться им будет намного проще и комфортнее. Я когда-то, наверное, об этом рассказывал, но это было в разроденных видео. Тут две настройщики, там три, тут одна. И вот решил я собрать такой небольшой ликбез, так скажем, как первоначально настроить Chrome, для того, чтобы пользу им было намного-намного удобнее. Поначалу, друзья, я, конечно, первым делом убираю вот эту дурацкую ленту рекомендаций или новостей. Если вам нужно, оставляйте, но если нет, нажимаем шестереночку «Отключить». Согласитесь, так, как мне кажется, выглядит намного-намного лучше. Следующим моментом я всегда вырубаю всякие различные всплывающие окна, уведомления и прочее, прочее. Мы с вами заходим на какой-то сайт и видим вот эту надпись. Можно, конечно, блокировать, но это придется делать на каждом сайте, поэтому предлагаю сделать один раз настройку, которая запретит вообще всем сайтам отправлять такие сообщения. Для этого нажимаем три точки, дальше «Настройки», потом внизу «Настройки сайтов» и «Уведомления». Уведомления. Убираем галочку, уведомления заблокированы. Больше ни одно уведомление к вам не выскочит. И то же самое делаем с геоданами, чтобы в будущем никакие сайты не спрашивали разрешение к вашим геоданам, типа это помогает им работать. После этой настройки уведомления больше приходить вот такие всплывающие не будут. Дальше, друзья, что я делаю? Три точки также, «Настройки», переходим в сервисы Google и убираем вкладочки. «Помогать повышать производительность» и «Помогать улучшать просмотр страниц». Это лишний трафик с вашего телефона, который уходит разработчикам ни к чему. Chrome и так нагружен сильно, чтобы лишние еще тормоза в него засовывать. Ну что ж, друзья, ну и еще 3-4 настройки, после которых работать с Chrome будет намного приятнее и быстрее. Для этого мы воспользуемся с вами такой функцией Chrome, как «Флаги». То есть экспериментальной функцией, которая есть в Chrome. Для этого мы прямо в поисковой строке «Удисиотоп» и вводим следующую фразу. «Хрома», «Двоеточие», «Два слэша», «Флэкс». И вот здесь вот, где у вас вылезла подсказочка, на нее нажимаем и переходим вот в такое вот меню с флагами. То есть с настройками Chrome, которые еще официально разработчикам не внедрены, но ими уже можно пользоваться. Первый флаг, ребят, может быть на устройствах со 120 Гц в экране это не сильно не скажется, но если у вас 60 Гц, то обязательно включите флаг, который называется вот так. Вот, «Smooth Scrolling». Достаточно ввести первая фраза. Этот флаг позволяет сделать прокрутку страниц намного плавнее, то есть не будет рывков, прям странички тынь-тынь, одна за одной вот так вот будет прокручиваться, и пользоваться будет намного лучше. Нажимаем сюда и обязательно делаем «Enable». То есть позволяем. Дальше нажимаем внизу здесь «Перезагрузить». Он разочек перезагружается. Вы его закрываете из памяти, выводите еще раз. И потом снова запускаем. Все, теперь флаг применился, и прокручивать странички будет намного плавнее. Следующий флаг, который мы включим, позволит скачивать с Chrome намного быстрее, если, конечно, вы качаете. Правильно флаг будет называться «Parallel Downloading». Позволять параллельное скачивание с «Акселерейт» с ускорением скорости скачивания, если можно так. Ну, вот такая тавтология, но так написано. Опять же, берем, ставим «Enable» и перезапускаем два разика. Один раз он сам перезапустится после нажатия на кнопочки, а второй раз будем делать с вами ручками. Теперь скачиваться с Chrome различные там картинки, программки, что-то еще будет намного быстрее. Следующим шагом, друзья, я предпочитаю включить в Chrome темный режим, потому что все-таки AMOLED дисплея все больше и больше, это реальная экономия заряда батареи, и все-таки глаза устают меньше. Здесь надо сделать в два этапа. Смотрите, включаем три точки, дальше находим «Настройки», даже если мы выберем с вами тему и поставим темную тему, все меню у нас отобразится в темной теме, все будет замечательно, но какие-то страницы, например, на Википедии та же, будет все равно светлым. Вот чтобы все было в темном и не было вот этого такого резонанса, да, есть очень один хороший флаг. Так, force, то есть сила, да, пробел, dark. То есть автоматический режим для веб-контента, автоматический темный режим для веб-контента. Force dark, то есть насильственное, так скажем, применение. Default, здесь можно различные выбрать, ну, просто включаем enable. Перезапускаем, и теперь, смотрите, переходим мы уже с вами в ту же Википедию, она стала темной. Тут, ребят, кому, конечно, что-то нравится, кому не нравится темный режим, не ставьте, я просто говорю, как бы вот, ну, я бы делал, если бы делал это для себя. Ну, осталось, друзья, три небольшие настроечки, все будет хорошо. Прежде чем перейти, ребят, позвольте перерекомендовать вам свой телеграм-канал скидошек, где каждый день выкладываются очень хорошие скидки, промокоды с Алиэкспресс и других российских площадок. Хотите сэкономить? Ссылочка, конечно же, в описании к видео. Еще один флаг, ребят, который я с недавних пор устанавливаю, он маленький такой, но позволяет добавить одну очень хорошую, удобную вещичку. Я о нем недавно снимал, но давайте уж в этом видео тоже о нем расскажем. Вводим слово Adaptive. Первый флаг прям Adaptive Button in Top Toolbar. Я про него недавно рассказывал. Я выставляю всегда вот этот флаг, вот этот крестик он добавляет, да, на эту страницу. То есть вы теперь всегда можете к новой вкладке переходить не так сначала, а потом сюда. А сразу прям в складочке можно открыть новую. Ссылки на все флаги, ребят, конечно же, в описании к видео брошу, чтобы вы их не лазили, не искали. И раз уж мы перешли на главную, рекомендации мы отключили, можно также кастомизировать и вот эту основную страницу. Может быть, вам так будет удобнее. Для этого существует тоже флаг, который как раз отвечает за кастомизацию главной вот этой страницы. Входим сюда и здесь выбираем следующую фразу. Start и дальше вот такой Surface. Вот он, Start, Surface. И здесь очень много значений. Посмотрите, сколько огромное количество, да. Именно они все отвечают за первоначальный вид нашей страницы. Можете сами поэкспериментировать. Но, например, если мы выберем с вами вот это, обязательно перезапускаем два раза, ребят. И теперь, если мы с вами откроем новую страничку, как видите, у нас уже вкладочек стало меньше, все они поднялись выше. Вот здесь автоматические вкладки, а здесь появились вкладки, которые у нас открыты в данный момент. Нажимаете «Показать все», переходите к этим вкладочкам. Если, например, выберем с вами вот этот флаг. Здесь видите, как уже получилось. То есть, поисковые страницы есть, популярные вот эти восемь вкладочек, которые есть вот так. И есть еще те же вкладки, которые у вас опять открыты, но в таком вот большом режиме. И даже группировка вкладок соблюдается. То есть, если вы любите там быстрый доступ вот сюда, какие-то есть у вас группировки, нажали, выбрали свою вкладочку. Ну, тоже это такое своеобразное удобство позволяет сделать. Если хотите вернуться к обратному, как он и был, то тогда поставьте, конечно же, вот здесь вот «Default» и вернетесь к первоначальному значению. Ну, еще одна настройка, ребят, который позволит запретить показ хрому какого-то запрещенного контента для взрослых контента. Что-то такого еще, чтобы если, например, ребенку или родителям купили, подарили, чтобы для них это шоком там не было, что какие-то сайты они случайно зайдут. Для этого надо три точечки, настройки. Дальше мы выбираем с вами конфиденциальность и безопасность. Находим пункт «Использовать безопасный DNS сервер», написан автоматически. И меняем его здесь на «Выбрать другого поставщика» и в другом выбираем «Clean browsing», то есть чистый браузер, «Family filter», то есть стоит семейный фильтр. В этом случае весь этот запрещенный контент просто не будет воспроизводиться, не будет показываться, а браузер будет работать так же, как он и работал, то есть никаких проблем с чем-то там не будет. Вот такие настройки, ребят, позволят вам и скачивать быстрее, скроллинг вот этот плавный будет, не будет дерганий, также позволят настроить опыт себя, запретить всякие уведомления, всплывающие окна, ну и пользоваться браузером будет, как мне кажется, немножко приятнее. Можете настроить вот эту кнопочку, крестик, страничку, все будет в описании. Спасибо, что смотрели, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех благ вам, удачи. Пока-пока.